Команда ЕСН-ТВ вместе с директором эстонской основной школы сил Ламяя Натальей Кочергиной на этой неделе подвели небольшие итоги года. Проектная деятельность, учебный процесс и обучающие мероприятия. На данный момент в этом году у нас в школе 165 учеников. У нас 11 комплектов классов. У нас ученики с 1 по 9 класса. И у нас есть также два первых класса и два спецкласса. В нашей школе ученики получают табеля два раза в год. Первый раз получают табель 21 января и в июне до начала летних каникул. Второй год подряд мы участвуем в проекте «Профессиональный учитель эстонского языка» в основной школе с русским языком обучения. В этом году в данном проекте у нас участвуют первый, второй и третий классы. Что дает участие в проекте школе? Сперва это то, что в классе у нас по два учителя. У учителей есть возможность планировать свою работу. Если учителям надо, то они могут разделить класс пополам. А если надо, то делают индивидуальную работу с теми детьми, у которых есть какие-то специальные требования. С другой стороны, участие в проекте дает нам возможность приобретать необходимые для учебы предметы, учебные материалы. То, что помогает и поддерживает учебу. И третья часть – это выезды в рамках проекта. Экскурсии, на которых ученики нашей школы посещают Нарвский замок, Ракверский замок и полярную мысу в Кукрузе. В этом году был очень интересный проект для седьмого класса, где была рабочая комната по физике. Это был совместный проект со школой «Синемяя». К нам в школу приезжал ученый-физик, и ребята проводили разные эксперименты. Главной целью являлось, чтобы седьмой класс получил представление о физике. Когда они перейдут в восьмой класс, чтобы они знали, что их ждет впереди. На прошлой неделе у нас в гостях был центр АХА. У них было интересное представление, которое смотрели ученики с третьего по девятый классы. Темы были связаны с водой и окружающей средой. По окончанию представления школе подарили три комплекта водных фильтров, благодаря которым ученики смогут делать эксперименты на уроках природоведения. Начиная с первого ноября, мы делаем тесты на коронавирус в школе. Поначалу делали три раза в неделю, чуть позже два раза в неделю. На данный момент уже все привыкли, что мы делаем тесты по понедельникам и четвергам. Все получается быстро и много времени от начала урока это не забирает. На самом деле должна признаться, что эти учебные полгода прошли очень хорошо, в том плане, что у нас было контактное обучение. Сейчас у нас уже рождественское время, мы подготавливаемся к Рождеству и к рождественским утренникам. Утренки у нас проходят у каждого класса отдельно. Дед Мороз придет и настроение у всех будет хорошее. Желаю всем хорошего Рождества, сил и терпения. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ.